Здравствуйте! Меня зовут Дегтярева Елена Александровна. Я учитель английского языка с города Верхотурья. Перед нами кабинет, где мы сейчас с вами произведем какие-то действия и изменим наш профиль. Я для начала хочу загрузить свою фотографию. Выхожу на рабочий стол, захожу в свою рабочую папку, ищу фотографию. Нажимаю «Открыть», «Оплоуд аватар», то есть загрузить тот аватар, который мне нужен. В данном случае это моя фотография. Плюшевый мишка говорит, что нужно забыть блог и пользоваться блогом. Вот, фотография у нас установлена. Я сохраняю изменения. «Save changes». У меня на 30% заполнен мой профиль. Далее. Мне сейчас говорят, что у меня блогов нет еще, что нужно создать блог. Я перехожу к созданию блога прямо сейчас. Идет загрузка рабочего места, рабочее пространство, где мы сейчас с вами будем работать. Таким образом создавать наш блог. Сейчас смотрим и знакомимся с нашим рабочим инструментом, который расположен с левой стороны. Вот он. Я убираю и возвращаю обратно. Первая строчка – графики. Это картинки, которые нам предлагает данный сайт для использования в нашем блоге. Картинки поделены на категории, которые вы видите с левой стороны. Основные категории – очаровательные, цветы, хиппи, бумага, домашние питомцы, поп-рок, ретро, романтика, игрушки, рождество. В данном случае я выбираю рождественские картинки. Чтобы их загрузить в свой блог, я просто нажимаю на картинку, левая кнопка мыши, выбираю ее. Далее кнопочку «Use it», то есть «Использовать». И картинка у меня переходит в блог. Далее текст. Аналогично делятся на категории, те же самые. У нас открылась категория «Рождества». Выбираю оформление текста, нажимаю на «Use it» и перехожу к следующей строчке «Картинки». Картинки мы можем загрузить с рабочего стола. Также по ссылке «Скачать из интернета». И следующий у нас, если мы имеем дополнительную подписку, то можем сделать еще и копирование. Далее можно также пользоваться поиском. Видео аналогично загрузка с компьютера, с рабочего стола, из интернета. Воспользовавшись верхней строчкой поиска, вы вводите название блог. Аналогичные действия мы совершаем со звуком. Также мы можем его закачать с рабочего стола, воспользоваться интернетом и поискать его с помощью поисковой строчки. Вот примерно таким вот образом. Выбрав нужный файл, мы загружаем его. Происходит загрузка. Мы также нажимаем «Use it», чтобы использовать его в нашем блоге. Добавляем еще один файл. Добавляем еще один файл. «Use it». Далее видео. Аналогичным образом мы можем просто ввести название, в данном случае «Рождество», поисковую строчку. И перед нами архив файлов, видеофайлов на данную тему по «Рождеству». Выбираем нужные нам видеоролики. Далее мы можем также заменить с вами то рабочее поле, на котором мы будем размещать наши объекты. Так сказать, стена. Стена «Глога». Она также по категориям разделена. Тем же самым мы выбираем категорию «Рождество» и оформляем. Сейчас переходим к следующему нашему инструменту. Инструменту редактирования. Здесь мы видим с вами, что мы можем размещать рисунок объекта поверх других объектов. Далее позади других объектов копировать его. Откат назад и удалить. Нажмем «Редактирование» и видим дополнительные инструменты. Просмотр видеофайла. Далее цветовое оформление нашей кнопочки. Попробуем различные варианты цветового оформления. Эффекты. Оставляем на этом. Чтобы вам уменьшить размер, нужно нажимать на левую кнопку мыши. Так же мы видим, как мы можем с вами перетаскивать предметы, объекты по рабочему месту. Аналогично с текстом мы с вами выделяем текст. Меняем либо русскую клавиатуру, либо английскую клавиатуры. И начинаем печатать. В данном случае я печатаю «Счастливого Рождества». И меняем цветовое оформление. Далее можно добавить ссылку на слово «Счастливое Рождество». Изменить текст. Шрифт поменять. Расположение справа, слева, посередине. Выделить жирным шрифтом. Также увеличить размер шрифта. «Счастливое Рождество». Вводим. Вводим. «Счастливое Рождество». Меняю размеры объектов. Обратите внимание. Левая кнопка мыши. С правой стороны картинки. Но это можно и слева, и с правой стороны. Здесь без разницы. Меняю расположение объектов. Увеличиваю. Верхний правый угол. Здесь можно и любой угол. Не бойтесь экспериментировать. Смотри, как вам больше понравится. Справа, слева, перед объектом, позади объекта. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Удаляем блок и даем название. В данном случае у меня блок рождественский, поэтому я называю «Happy Christmas» «Счастливого Рождества». Выбираем категорию. Можно добавить теги, то есть с помощью которых данный блок можно потом просто найти. Закончено у меня работы, либо не закончено. Вот у меня адрес данного блога, с помощью которого я могу найти его. Я его могу сохранить и затем уже далее найти его в интернете. Что я могу сделать с блогом? Добавить его в любимые блоги. Также выложить свой блог на странице, скопировав либо верхнюю строчку, либо нижнюю, но с помощью нижней строчки, его добавив в HTML вашего блога или сайта, у вас откроется полностью ваша картинка, ваш блог, и он будет виден уже на сайте или на блоге. Далее отправить своим друзьям, указав их почтовый ящик и добавив какое-нибудь текстовое сообщение.